случайно удалила первую часть видео я с анжелик и джошуа едем в школу вначале остановилась в магазине чтобы купить печенечный торт для scarlet но его там не было угощаем ее класс гостинцами в честь ее дня рождения и тортиков купила такие рождественные печеньки надеюсь что то окей в школе моя на убежала увидели тренька гуляющий на площадке она исчезла за площадкой джошек заснул по пути проснулся кушает френч фрайсы ждем сестру а вы шубе я не имею а дай все двух друзей джошек помахай хотим посмотреть какие у них есть фейковые деревья обыкновенные только не знаю есть у них что-то то что мы ищем надо этого гостя взять и все не будет этого то есть оленя не будет нам проблем с огонечками Christmas Wonderland рождественская сказка куча разных елочек но мы не елочки мы хотим найти просто дерево а там дерево у нас есть дерево с бонками светлые светлые но это как цветные светлые не белые не белые смотрите какая не знаю я не впечатляю что если это было белое как этот белый не 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 что это что не не этот магазин теперь я в прошлом году его брала тоже дерево искала ничего не нашла толком ну посмотрим нестандартное дерево белое и вниз головой офигеть наверное это на месте дерева вешалку ой чего тут только нету вы посмотрите радужное радужное дерево розовое дерево розовое дерево Я не могу. Я не могу. Я не могу. Давайте поставим это. Менжер. Я хочу. Ты серьезно? Это 100 долларов? Ну, может быть... Почему это так expensive? Я не знаю. Это самый дешевый. Я не хочу 100 долларов. Я не знаю. Не знаю. Мы с Анжеликой зря. Ну, посмотрели, что там есть. Ничего там нет. Знаете, мне кажется, онлайн можно заказать дерево, которое мне больше подходит. А то там непонятно, какого размера дерево из 100 баксов. Что это такое. Поэтому я два года просто срубывала и сама его делала. Просто хочется такое, знаете, что... Можно сохранить и каждый год выставлять. Для тех, кто не знает, мы елку не используем. Из-за языческих корней. Так что... Пока еще не знаю. Ну, так полазали. Хоть это самое... Проветрились. Джашика проветрили, но явно испортили ему стихий час. Он даже что-то и не думает теперь засыпать. Уже час двадцать пять. Через полтора часа мне уже надо будет выезжать. Забирать детей со школы. Ускалит сегодня художка. Так что да. В общем, я хочу чай. И надо заниматься делами. Посуда, стирка, все такое. После... Конечно, люблю каникулы, но после каникул это... Ну, тем более таких каникул, как у нас. Знаете, одно день рождение, потом праздник. Туда-сюда, то кино, то и это самое. И... В общем, не было времени быть на своем графике обычном, когда дети в школе. Мама, ты меня знаешь? Ой, ойди, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Мама тебя еще не ухватила. Ты чего? Ой, Бузик. Ой, Бузик. Баю-баю. Баю-баю, скибаю. А ты хоть баю-баю. Так, мы уже едем в школу. Легко разве делать дела, когда у меня Анжелика дома не на работе? Не легко. Она взяла и включила кино, и все. И вся работа пошла на сморку. Девушек так и не заснул. Думаю, может заснет по пути или туда, или по пути назад. Да, я слышу тебя, зевание. Он работал. Ну, мы не работали, а он очень работал. Он там все, всю обувь организовал посреди залы. Он был занят. Кстати, надо молоко купить. Я забыла купить молоко. Он ел и хотел запить. Я ему чай даю холодный. Он такой, это самое скрутил. Не буду так, даже и не попробовал. Дала воду сразу. Да. Молодец. Это хорошо. Забрала детей. Приехала домой и вспомнила, у нас совершенно нету молока. Ни одной капли. Короче, мы подъехали к ближайшему магазину. Джулетту сбросили с Габриэлом домой. Анжелика сейчас побежала в магазин купить молоко. Какой я, Беби? Сейчас он так вечером у меня горит. Ага. Джашек спал и, конечно, проснулся. Короче, вот и весь сон. Я так поняла, до вечера у нас так будет. Короче. Ладно. Бывают и такие дни. Мужик сделал кучу малу. И играет. Он берет вот эти коробки, высовывается. Опрокидывает. Находит, что ему нравится. И вот. Развлекает сам себя. В общем, день идет. Мама не снимает. Трудно мне снимать, честно говоря, уже во второй половине дня, когда все дома. Когда я готовлю. Хотя, многие говорят, что нравится. Когда я показываю готовку. Ну, как-то, знаете, все это так сумбурно. Что такое, Джашек? Джашек пытается мне в коридоре мусор сделать тоже. Да, Джаш? Нет. Пытаюсь его уложить спать. А он, понимаете, он порядки наводит. Ему не до спания. Ладно. Пошла его спасать. Думаю, вот что вам рассказать. Вы знаете, мне надо пройтись, новых свежих вопросов увидеть, в общем, записать. Я уже долго этого не делала. Это берет время. Когда каникулы, это очень трудно делать. Джашек зашел в комнату, так что не знаю, надолго нас хватит. Но у меня еще пару вопросов там осталось. Один из них был насчет, есть ли у нас вообще православные церкви в нашем городе, и, в общем, у нас вот именно в Талсе нету русской православной церкви. Есть православные церкви, но нет вот именно чисто русская церковь. Такого нет. И когда я только приехала в Талсу, я ходила в православную церковь, у меня была подружка, и она нашла эту православную церковь. И это как американский у нас там был священник, и все шло на английском языке. Но тоже в таких же традициях, как и в наших церквях. В общем, служба также самопостроена, как и в церкви, к которой мы привыкли. В декорации, конечно, внутри были не такие шикарные, как в наших церквях, но очень похожие тоже в таком же формате. Да, иконы, кресты, священник с кадилом. Это я так утрирую, но достаточно похожие на то, что происходит к тому, к чему мы привыкли. Здесь есть очень большая православная греческая церковь, и их община к центру Талсы есть такая церковь. Туда я еще не ходила. В этой американской церкви, где я была, там ходят американцы, много также наших русскоязычных православных людей, и много людей с либанистскими корнями. И, в общем, там, где эта церковь, я думаю, начинала быть еще, знаете, в те столетия, наверное, те люди, прихожане обычно вот именно с того района. Также я узнала, что открылась новая церковь, ну, как, достаточно новая церковь, но она тоже англоязычная. И вот, например, моя подруга, американка Джогена, ее отец, он туда ходит, и он там, не знаю, проповедует или нет, ну, типа как дьякон, наверное. Ну, помогает со службой, какая-то у него там работа есть. Насколько я поняла, пастор там русскоязычный, ну, он как, один из наших парней. Помощник пришел. Боюсь, эта камера свалится, она у меня на лампе стоит. Техника. Так, вот, попытаюсь продолжить. Освещение немного другое сделала, чтобы больше фокусного лица было, не знаю. В общем, пастор там, хоть и русскоязычный, он все равно проповедует на английском, так как нету стопроцентной общины русской, которые приходят туда. Все равно там как смешанные национальности, и поэтому английский, это, в общем, имеет смысл использовать английский во время службы. Так как все говорят по-английски, ну, в основном. Должны, по идее. Если в Америке надо учить английский, да. И, но, насколько я понимаю, в этой церкви есть специальные изучения Библии, там, где наши люди вместе собираются и имеют разные темы, на которые они беседуют. Беседуют, ну, именно по Библии, да. И, в общем, общаются. Как будто еще говорят, что как будто, здрасте. Как будто еще есть одна церковь, очень маленькая, там как будто есть, как будто чисто наша, но я сто процентов не могу дать. Ну, как вы понимаете, я хожу в протестантскую церковь, когда-то ходила в православную, но пошла в протестантскую, и мне там просто более понятно, более доступно, и осталось там. Поэтому, чтобы дать вот такой более обширный ответ, я даже не решусь, потому что, в общем, информации этой нет. Спасибо, что послушали. В общем, а с вами я буду прощаться. Как видите, толком мама даже поговорить не может, то один мальчик приходит, то второй мальчик приходит, то девочки. В общем, буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи и до новых встреч и па-пай.